Битва за Гимры, военная операция происходившая от 17 до 18 октября 1832 года, проведенная силами отряда под командованием генерала Вильяминова, целью которой был захват аула Гимры, расположенного в труднодоступной горной местности Дагестана, который известен как родина двух дагестанских имамов Гази Мухаммада и Шамиля, положение дел на Северном Кавказе к середине 1832 года. Начиная с 1828 года Гази Мухаммад стал проповедовать шариат среди дагестанских горцев. За небольшое время число его последователей достигло 9000 человек и Гази Мухаммад стал представлять собой силу, с которой не могла совладать аристократия горских народов, присягнувшая на верность российскому императору. Некоторые села и горские общества стали переходить на сторону Гази Мухаммада. В 1831 году он нанес поражение русскому отряду в сражении при Сатлы Буюни. Затем Гази Магомед взял штурмом Параул, резиденцию Шамхала Тарковского. 25 мая 1831 года он осадил крепость Бурную. 20 августа 1831 года Гази Магомед осадил Дербент. На помощь Дербентскому гарнизону выдвинулся генерал Каханов и штурм не удался. В ноябре 1831 года Гази Магомед совершил переход через горы и подошел к Кизляру. Войскам Гази Мухаммад удалось захватить и разграбить Кизляр. На этом фоне, получив известие о том, что Гази Мухаммад укрепляется в Гимры, в ночь на 10 октября барон Розин послал в Гимры генерала Вильяминова. Маневры и численность сторон Вильяминов имея в своем распоряжении два пехотных полка батальон 41-го Гоегерского полка, две роты саперов, всадников грузинского полка и 11 орудий выдвинулся к Гимры из Темир-хан-Шуры по Коронайской дороге. По другой дороге ведущий в Гимры через Эрпели выдвинулся подполковник Клюгенаус батальоном обширонского пехотного полка и тремя орудиями. По приказу барона Розина Ахмед-хан Мехтулинский собрал ополчение из числа своих подданных и выдвинулся к Ирганаю с тем, чтобы не допустить жителей этого села присоединиться к гимринцам. Согласно рапорту генерала Вильяминова Гази Мухаммад имел в своем распоряжении отряд численностью не менее 3000 мюридов. Шамиль, описывая происходящее и находясь в Калужской ссылке, утверждал, что защитников Гимры было около 600 человек. Место битвы Гимры расположено на правой стороне Сулака. На небольшом расстоянии от него село раскинулось на плоскости, окружанную тесистыми горами, которые окружили село, представляющую собой теснину, через которую нужно было пройти русским войскам. В трех местах теснина была преграждена каменными стенами, в которых имелись бойницы, штурм. По замыслу Вильяминова, четырех батальона пехоты и 300 грузин с двумя орудиями должны были, пройдя по склону горы слева спуститься в тыл защитникам первой стены. После этого два батальона с двумя орудиями должны были атаковать первую стену спереди, но этот план не сработал. Нападающие были отбиты, потеряв значительное число убитыми и ранеными. Тогда Вильяминов с подкреплением сам пришел на помощь отряду, посланному в обход стены. После непродолжительного боя русский отряд завладел склоном горы, в это время другая часть отряда пошла на штурм первой стены спереди. Защитники первой стены, опасаясь быть окруженными, отступили, рассчитывая закрепиться за второй стеной, но им не удалось это сделать. Вторая стена была взята тем же способом. После того, как нападающие овладели второй стеной, они соединились и заняли третью стену без сопротивления. Основная часть защитников рассеялась по склону горы в сторону Гимры, но были и те, кто заняв завалы, устроенные с камней, продолжали сопротивление. Батальон 41-го егерского полка попал на такое место, откуда горцы не имели возможности отступить. В этом месте горцы дрались с ожесточением и были истреблены до последнего. Сражение в этот день закончилось, когда уже стемнело. Наступившая ночь не позволила русским войскам войти в Гимры в тот же день. Основная часть отряда Вильяминова расположилась на ночлег между третьей стеной и селом. На утро русские заняли Гимры без сопротивления. В смерть Гази Мухаммада за первой стеной находились две башни с бойницами. После того, как русские войска овладели первой стеной, в башнях осталось несколько человек, которые оказались окружены. Они стали отстреливаться. Тогда Вильяминов приказал стрелять по башням из пушки. Действие артиллерии вынудило некоторых горцев, укрывшихся в башне, выйти из нее. Русские солдаты, окружив башню, кололи штыками выбегавших из башни. Так был убит предводитель горцев Гази Мухаммад. Другие защитники, несмотря на обвалившиеся стены, продолжали отстреливаться, но вскоре были перебиты. Лишь на следующий день стало известно о том, что среди убитых защитников башни был Гази Мухаммад. Согласно преданию, тело Гази Мухаммада приняло положение молящей Гайсе. Одна рука держалась за бороду, вторая указывала в небо. Прорыв Шамиля одним из немногих, кому удалось избежать смерти из числа защитников башен, был Шамиль. Будущий имам Чечни и Дагестана, сумевший вырваться из окруженной башни. При этом Шамиль зарубил нескольких солдат и сам был тяжело ранен штыком в грудь. А. Рукевич, офицер эреванского полка, в своих воспоминаниях сообщает из воспоминаний старого эреванца исторический вестник номер 9914 год. После пленения Шамиля М.Н. Чичагова, супруга полковника М.Чичагова, который был приставлен к Шамилю в период его жизни в Калуге, составила и опубликовала биографический очерк. Эпизод со смертью Гази Мухаммада со слов Шамиля выглядел следующим образом. Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России 1889 Г.Л. Два последствия. По окончании штурма в Гимры прибыл барон Розин. К нему явились старшины села, прося помилований. Розин потребовал выдачи заложников, возврата пленных, а также выплаты штрафа в размере 6 рублей серебром с каждого дома. И ежегодные подати по одному рублю старшины Гимры согласились на такие условия и 21 октября Розину были переданы амманаты из лучших семейств села. Розин издал прокламацию с призывом к горцам сложить оружие, обещая прощение сдавшимся. Потери сторон русские войска потеряли в сражении. Убитыми один обер-офицера, 43 нижних чинов, ранеными два штаб-офицера, 10 обер-офицеров, один лекарь, 315 нижних чинов. На месте боя было обнаружено 192 тела защитников Гимры. Учитывая, что у горцев было принято любой ценой забирать тело погибших, вероятно число погибших было больше. Из рассказов старшин Гимры, которые явились на следующий день к барону Розину, следовало, что число погибших составило около 300 человек. Горцы не вели письменного учета своим силам, поэтому о количестве раненых с их стороны неизвестно. Ситуация на северо-восточном Кавказе после взятия Гимры. Взятие Гимры продемонстрировало кавказским горцам, что русский солдат может пройти даже в такое место, как Гимры. Ситавшийся до той поры неприступным место убитого Гази Мухаммеда занял его ближайший сподвижник Гамзатбек. Кавказская война продолжалась еще 27 лет.